Вашими книгами начинают пользоваться люди, не расположенные к вам, и выписки из книг ваших направляют против вас. Как могло такое получиться? И нельзя ли было этого не допустить? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Этот же вопрос могу полностью передрисовать к Духу Святому относительно Библии, которую еретики небезуспешно используют против учения Троицы, против Церкви и против самой Библии. Если бы я имел чуточку меньше уважения к своим читателям, то гнул бы только в одну сторону, освещал только одну сторону. Но так как я описываю и противоположное мнение, и их доводы точно так же публикую, то враги и хватаются зайти места из книг и думают, что они достигли желаемого. Но я верю, что число читателей, столь дурно пользующихся данными, полученными из моих книг, намного меньше тех, кто понял, для чего я говорю, пишу, вкладываю, столь богатый и разнообразный материал в книгах. Например, вот эти выписки из книги вы разве можете сами найти, а теперь они у вас под рукой. «Богослужебный язык русской церкви». «Ныне готовится издать русскоязычный перевод Евангелия Теана, игумена обновленца Иннокентия Павлова, членоправления РБО. Вышел из печати и крайне сомнительный и отступающий от православной традиции перевод Нового Завета под редакцией епископа Кассиана Безобразова». «Президенту Российского библейского общества князю А.Н. Голицеву более всего было противно фарисейство, религиозная нетерпимость и мертвое благочестие обряда внешней формы». «Страница 19. В 1439 году греки согласились на Флорентийскую унию, подписал от имени русской церкви митрополит Исидор». «В 1448 году церковь русская стала самостоятельной, автокепфальной. Константинополь пал в 1453 году». «Посты в современной католической церкви практически упразднены. Католикам теперь предписывается поститься лишь один день в году – Страстную Пятницу». «Страница 255. «В храме священника Георгия Кочепкова Евангелие заменено Библией. Библия всегда лежит на престоле. И вход на вечернее тоже совершается с Библией. Первое царствие 18. И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Ильин, он, Господь, что ему угодно, то да сотворит». Деяние 20.20. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам?» «Восторгом нет числа царя избрали. Наутро новые порядки и метла. Теперь в администрациях совсем иные парни. Жгут рукописи прежние дотла. Столетия лишь раз, и не всегда встают столпы столыпины из мрака. Но ждет их выстрел, общая беда, злой революции, общественная драка. Плеяда выборов и все из той помойки, где оголтелые бессовести и чести пред высшими стоят у смертной стойки, пред низшими чудовищные бестии. Нет ни избрать, ни выбрать простодушно заботливых отеческих хранящих. Подкормку и подстилку не улучшить, а лиходеи это все обрящих. Ищите христиана и избирайте. На должность малую, большую, в президенты. Кто кается, себя считайте крайним. Других не тянет к виселице, к стенке. Евангельский закон таким основа. Библейские примеры на слуху Бог истины, Бог страха и Егова. Да будет избран не Шелхан, а Рух. Христопродавцы жидовьё насела, презрительно плюются от бессилия, а церковь лучшая попрала, попрятала по кельям и против проповеди не сейчас сбесивлись. Кто виноват, что Шариков не умер? Плодится, злится под эпитрахилию тысячелетия. И вот в итоге в сумме не православие, а хиленький Рахитик отбезобразничали войнами, краплением, благословением монарших недоносков. Синклит и Валтасар был Лениным расстрелян. Ах, вас стали симфонией. Ищи её в отбросах. 10 февраля 2005 года. Игнатий Лапкин.